Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию в переломный момент нашего перехода тема «Крайон. Новое рождение исцеленного человека». Читает Лора. Мы говорим об обновлении женских энергий. В эти времена они выходят на передний план, чтобы произвести перебалансировку на планете. Это не возрождение чего-либо. Это новое начало подлинного сострадания, которое вы будете испытывать ко всем, кого вы встретите. Все это символизирует новые энергии, которые мы привносим в этот период полнолуния. Теперь каждое полнолуние будет для вас работать, для возрождения того, что хранится в ваших древних записях души. «Крайон. Новое рождение исцеленного человека». «Крайон. Ли Кэролл». Приветствую вас, дорогие дамы. Я – Крайон из магнитной службы. Мой партнер отступает в сторону. Нет более великого послания, которое можно было бы донести до вас, чем то, которое олицетворяет полнолуние. Полнолуние часто ассоциируется с изменениями в сознании на планете. Иногда эти изменения могут быть хаотичными, но они также могут быть связаны с началом лунного цикла. Сейчас она полная. А затем меняется, и вы сможете сказать, что это начало нового цикла. Все это, конечно, метафоры того, чему мы учим. Главная тема этого сезона – омоложение и возрождение. Сознание чего-то, чего раньше не существовало. Вот что это значит. Это не значит, что цикл продолжается вечно. Метафора перестает быть метафорой, когда цикл продолжается. Вместо этого возрождения означает нечто новое. На самом деле это даже не возрождение. Это новое начало, новое рождение. Так и должно быть. Потому что то, что последует за этим, отличается от того, что было раньше. То, что следует за этим, на самом деле, не может быть перерождением. Даже перерождение энергии, знаний или сознания означало бы, что это происходит снова, а этого больше не происходит. В этом весь смысл этого сообщения. Это переосмысление цикла в нечто совершенно новое. Возможно, когда-нибудь наступит цикл новых начинаний. Этот цикл – начало не только этого месяца, или даже этого сезона. Он о том, как планета рождает энергию, невиданную ранее. Что вам нравится делать в своей личной жизни? Что сейчас есть такого, что если бы вы оглянулись на это со стороны, показалось бы вам совершенно новым и необычным, чем то, чего вы никогда раньше не пробовали? В этом сестринстве вы говорите о стольких разных вещах. Это отличается не только от того, о чем говорят мужчины, но и от того, о чем говорят все остальные. Это напоминание о ключевой информации, которую вам нужно запомнить. Если бы вы были в Лемурии, вы бы стали свидетелями системы. Это система откровений, революций и подлинного знания. Представьте себе тех, кто никогда не слышал о Творце, детей, которых обучали базовым знаниям, о которых они никогда раньше не слышали. Представьте, как это освежило бы их. А теперь представьте, что вы, взрослые женщины, создаете в своей жизни что-то свежее, оригинальное, что не является повторением того, что вы делали раньше, или чего-то, что вы начинаете заново. Но это рождение новой энергии, чего-то, о чем вы, возможно, думали, или что интуитивно, понятно лично вам, а не только вашей семье. Это то, что вы бы хотели представить сейчас и применить к себе, если хотите, в качестве нового начала. Что это может значить для вас? Возможно, это новый взгляд на других, что-то, чего вы раньше не делали, или, может быть, это то, что мы уже обсуждали, возрождение энергии, которой раньше не было в вашей жизни. Это новое начало. Возможно, это энергия, которая исходит от того, как вы относитесь к своей семье, друзьям или другим людям. Это так необычно. Вы знаете, что это не похоже ни на что, что вы когда-либо испытывали раньше. Ни на что за всю вашу жизнь. А что, если это согласуется с шаманскими учениями, которые мы приводили, или которые приводила Мелеха, когда вы начинаете переосмысливать все, на что смотрите, и видеть это с более высокой точки зрения, глядя сверху вниз, а не находясь в этом и видя себя частью этого. Вы понимаете, что я только что сказал? Я надеюсь, что это так. Это что-то новенькое, и вам придется об этом подумать. Представьте, как вы наблюдаете за развитием событий в вашей личной жизни, за обычными событиями. Вы заходите в магазин и оглядываетесь по сторонам. Возможно, вы собираетесь совершить покупку или все еще оглядываетесь, а там тоже есть другие люди. Какой была ваша реакция на них в прошлом? Большинство из вас, вероятно, сказали бы, я на них никак не реагирую. Они просто покупатели. Что, если бы вы посмотрели на каждого из них по-своему? Так, что они не осознавали бы, что вы смотрите на них, а скорее с более осознанной точки зрения. И каждому, кто проходит мимо вас, в проходе за покупками, вы говорите про себя, да благословит вас Бог. И пусть ваша жизнь будет наполнена состраданием. Вы могли бы объединить все эти слова в одно собственное, чтобы, когда вы будете проходить мимо кого-нибудь, вы могли подумать, что это слово означает. Все эти вещи. Это не возрождение чего-либо, это новое начало подлинного сострадания, которое вы будете испытывать ко всем, кого встретите, когда вы возвращаетесь домой к своим близким, вас окружают люди, которые всегда рядом с вами, партнеры, друзья, дети, что бы то ни было, важно лично для вас каждый день. Как вы реагируете на них по-новому? Есть ли у вас в душе тайна, о которой они не догадываются, или вы сами ничего не говорите? Есть ли что-то, что вы делаете? Возможно, вы хотели бы сказать что-то вроде этого. Я благословляю вас, я люблю вас, надеюсь и желаю вам всего, чего вы желаете. Здоровья, долгих лет жизни, красоты, счастья и радости. Что, если бы вы могли объединить все это в одно слово, известное только вам? Слово, о котором вы думаете и повторяете про себя всякий раз, глядя на них. Если хотите, назовите это сокращением более длинной фразы о сострадании. И это будет означать то, что значит для вас, и вы будете знать все слова так, что вы постоянно благословляете других по-новому, так, как никогда раньше не делали. Незнакомые люди, семья и дети получают от вас благословение, о котором они даже не подозревают. Почему я предлагаю это? В этом новом для вас потоке энергии я хочу, чтобы вы начали кое-что вспоминать и размышлять о том, чему мы учим. То, что вы думаете, и как вы действуете, как старая душа и работник света, как сострадательный человек, то, на чем вы сосредотачиваетесь, обладает реальной энергией сознания, и она направляется в такое место, которое трудно описать. Это как бы хранилище энергии, которое на самом деле воздействует на окружающих вас людей. Это и есть поле. Это не возрождение наших отношений, а скорее новое рождение ваших отношений не только с окружающими, но и с самим полем. Вы такие могущественные, дорогие дамы. И все, что вы делаете, вы делаете как старые души, которым любая из этих тем интересна настолько, что они смотрят этот канал. Если вы начнете этот процесс вместе, вы сможете изменить все вокруг себя. Те люди, мимо которых вы проходили в магазине, направляют свою энергию в поле, дорогие мои. Направляют свою энергию в поле, дорогие мои, и она доставляется обратно в их дома. Она доставляется обратно в их дома. Знаете ли вы об этом? Это почти как если бы вы передавали что-то в хранилище, которое точно знает, кому это нужно. А затем это доставляется им в виде энергии. Это новый работник света. Не перерождение, а новое рождение чего-то, чего вы на самом деле не делали таким образом раньше, даже для тех, с кем вы общаетесь каждый Божий день. Труднее всего, пожалуй, приходится тем, кто вам не очень нравится. Видите ли, вы все испытываете подобные чувства, потому что вы люди. Мы просим вас относиться к ним с состраданием, что бы они вам ни говорили или ни делали. Это сострадание выходит далеко за рамки того, что вы испытывали раньше в человеческих отношениях. Опять же, вы находитесь на более высоком уровне и наблюдаете, присматриваетесь, видите, как все меняется, когда вы наблюдаете за своей жизнью. Вы наблюдаете за собой с более высокого положения. Возможно, это поможет вам проанализировать себя. Этот сезон посвящен новым начинаниям. Для многих он несет в себе священный смысл и воспоминания и идеально сочетается с тем, чего мы никогда раньше не предлагали. Новые способы мышления, бытия и деятельности, а также проявление сострадания к окружающим, независимо от того, знаете ли вы их или нет. Вы делаете это вместе, коллективно, и мир начинает меняться. И, в конце концов, разве не для этого вы здесь, чтобы знать, учиться и делать? Моя работа как краяна заключается в том, чтобы помочь вам принять перемены, пробудить вас, мыслить и действовать по-новому. Именно эта группа женщин старых душ на планете имеет решающее значение для того, чтобы вы изучили и практиковали эти вещи. Вы стали членами сестричества, женского общества, но в то же время в расширенной группе вы стали матерями человечества и матерями общества в роли, о которой вы, возможно, не знали, что вы буквально рождены для этого. И это действительно так, краен. Маленькое дополнение. Дорогие друзья, мы вошли в период полнолуния, поэтому вы можете в ночное время переходить в комнату вознесенных мастеров и взаимодействовать на энергоинформационных уровнях. Если вы сомневаетесь, не знаете, как это сделать, так и скажите, я здесь и сейчас в своем настоящем прошу помочь мне разместить меня в комнате вознесенных мастеров, где я желаю пробыть всю ночь и получить новые знания для моего эволюционного роста. Или я здесь и сейчас в кристалле, объединяющей любви, в группе «Заземляюсь с планеты Земля» и проживаю свое ночное время в комнате вознесенных мастеров, получая опыт, получая идеи, настройки, дары, таланты и раскрываю свои потенциалы и впечатляюсь в своей новой манифестации здесь, на Земле. Продолжение следует...